здравствуйте не пугайтесь моего внешнего вида в космос я не улетаю и в общем-то это не очки от солнца и и не очки для зрения но в принципе для зрения это с приспособление очень мудрое приспособление всем николай зашел с чашечкой кофе кабинет кабинет жены сегодня это на балконе не буду снимать свои вот эти приспособления не знаю как это называется профессионально в общем-то это для того для мелких работ каких-то мелких мелких работ когда дачи самые обычные очки для там были все от кашки они вот так доставляются это мне николай купил говорит чтоб ты глаза не портал почему потому что я пользуюсь лукой а чем же ты занимаешься расскажи мне как-то задавали вопросы на канале по поводу баубап лайфа и почему баубап лайф не помог так даже вопрос был практически столичный как изучал почему bauen баубап лайфом не помог при лечение вашей болезни витилигу да очевидно человек профессионально понимает о чем он говорит да то ли это медик то ли это человек который сам относится к этому как заболевание первое что такое витилиго лично для меня витилиго это не заболевание для меня это не заболевание мне ничего не болит никогда не болит ничего не чешется ничего не раздражает, ничего не высыпает. Просто это окрас кожи. Вот есть, я всегда так говорю, есть кошки рыжие, есть кошки черные, есть кошки полосатые, есть пятнистые. И вообще я вот такая, я пятнистая. Такое человечество тоже есть пять раз, по-моему. Да, и пять раз. Желтые, черные, белые. Когда-то это было комплексом, реально, в детстве. Я очень от этого страдала. Я старалась не страдать, но ничего у меня не происходило. Почему? Потому что люди обращали на это внимание. Опять-таки, почему они обращали на это внимание? Да только потому, что я обращала на это внимание. Так вот, почему я сегодня вот в этом кабинете, не для того, чтобы вам это рассказать, что я сижу вот у меня кабинет на балконе. Сегодня чудесный день, и я буквально смогла сегодня выкроить буквально где-то часа два для того, чтобы позаниматься очень любимым моим делом. Каким? исцелять себя, да? Гармонично себя исцелять. Одна из методик. У меня, у нас с Николаем есть подруга, которая с рождения она была больна. Это генетическое заболевание, называется старческий актиоз. Когда не хватает, представляете, несколько, у нас шесть слоев кожи, у нее их четыре. То есть два слоя кожи у нее просто отсутствуют. К чему это приводит? А это приводит к тому, что верхние слои кожи, они настолько нежны, настолько чувствительны, что постоянно отслаиваются, 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 знаете, как вот перхоть. Вот сыпется, все с нее просто сыпется. Это у молодой девушки было. Это у молодой, очень красивой, очень реально духовной, душевной, настоящей подруги, настоящего человека, как личности. очень образованной, но казалось, все, фигура там точеная. То есть все в человеке, настолько гармонично. И плюс, вот, на тебе, пожалуйста, генетическое отклонение. Это кармические такие вот явления, вот, они прослеживаются иногда, для чего-то это нам дается. Так вот, и один из, одна из рекомендаций ей, да, подсказка, была дана в лавре. Вдруг у нее такое открытие, и она начала вышивать иконы. Бисером. Причем мы с ней говорили, нет, она крестиком сначала вышивала, потом бисером. И она спрашивает, Галина, вот меня так тянет, так тянет вышивать иконы. И вот, именно иконы. Я говорю, послушай, насколько мои знания в этом не обширны, но я понимаю, что для того, чтобы взять за иконопись, да, люди учатся, они постятся, они молятся, они соблюдают какие-то каноны, жестко себя контролируют, для того, чтобы, ой, я могу снять пока эту штучку, правильно, для того, чтобы действительно икона была иконой, а не просто художественным творчеством, скажем так. Вот, и я говорю, попроси благословения, да, то есть поговори со своим наставником, ну, так я ей подсказала. Что она сделала? Буквально через, она начала свои иконы вышивать, у нее желание было исцелиться, и оно было настолько высоко, и настолько она в это верила, что, вышивая икону, она каждый раз смотрела на свою кожу, каждый раз замечала, что кожа меняется, и спустя, где-то, наверное, года три, она исцелилась от своего генетического заболевания. Витилиго это тоже, очевидно, генетическое заболевание, я так думаю. Пробовала ли я что-либо сделать для того, чтобы это восстановился окрас кожи? Конечно, пробовала, поверьте мне. У меня отец был военным, и у меня была такая возможность, мы пять лет жили в Германии, и пять лет в Германии я тоже лечилась. Это не было лечением, это больше было витаминное комплекс и прочее, прочее, прочее. На сегодняшний день что я для себя открыла? Первое, у меня пигментные пятнышки на руках, они стали покрываться веснушками, веснушками и исчезать. И это началось как раз с того момента, когда с благословения своего мужа Николая я начала рисовать. Честно вам скажу, за плечами у меня художественная школа, но это было в далеком-далеком детстве. После этого я работала художником-оформителем, имея только бумажки, что я когда-то там училась в школе, но имея какие-то способности. Я работала в свое время, когда детки маленькие были, денег не хватало, нужно было подрабатывать. Я работала в Таврии художником-оформителем. Не совсем легально, но это мне материально тогда очень сильно спасало. Но художник-оформитель это совсем другое, чем художник, который творит. И в свое время я поступала в институт художественного Львовя, не поступила, и так жизнь моя поменялась в форме. Но очевидно вот это желание, оно всегда давлело где-то внутри и вдруг Николай мне приносит подарок. Приносит мне подарок вот такие. Я бы сказала, знаете, как это? Это мольберт из Коль. Кисти посыпались настоящие. У меня настоящие профессиональные кисти. Красочки. Масленные. Краски. Масленные. Профессиональные. Все как не может быть. Все это складывается, вот так закрывается. Кисть упала. Сейчас подниму. Что же я тебе принес? Что я делаю? И он мне принес разукраски. Такие раскраски. Я бы сказала, рассказки. Но я хочу сказать, кто вышивал, тот меня поймет. Бисером, не бисером. Вы видите, это мелкая, 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 мелкая работа. Такая насечка, разделенная на зоны по цветам. Вот сверху я уже прописала. Вот на выписывание этих цветочков у меня ушло несколько часов в течение где-то дней четырех. Понемножечку, понемножечку я так нахожу свободную минутку. И вот солнышко, я сразу на балкон, что здесь освещение и вот потихоньку пишу. Очень нудная работа. Нудная. Коля взялся тут за одно дело, сказал, не-не-не, потом, потом, потом. Все друзья мои говорят, ой, так ты это, а тут по клеточкам, я говорю, давайте, садитесь, все, с удовольствием помогу. Никто не хочет, поверьте мне. Вот. И что это дает? Я как будто себя раскрашиваю. Знаете, так дотошно, детально, по точечкам. Поэтому одна из методик восстановления, когда вы болеете, восстановления своей души, восстановления своей гармонии, займитесь кропотливым, каким-то таким вот трудом. Не зря ведь в психиатрических больницах, да, а в принципе ученые говорят, что все мы с вами шизофреники, с чем нас и поздравляю, в той или другой степени. Но. Это шутка. Это злая шутка, не берите это серьезно к себе, но на самом деле, темп нашей жизни, социум, в котором мы находимся, закон принял, закон отменил, особенно в Украине, это бывает настолько сложно, адаптироваться, быстро адаптироваться, при этом не реагировать, при этом развиваться, при этом улыбаться и радостно жить. Поэтому вот такие моменты, когда вы сможете вышивать бисером, причем и мужчины, и женщины, потому что я знаю мужчин, которые великолепно вышивают бисером, и это не умаляет их настоящих мужских характеристик, наоборот, это подчеркивает, знаете, когда мужчина вышел бисером, вы знаете, эти мужчины не похожи на не мужчин. Ну почему? Есть резьба по дереву, утонченная. Да, утонченная. Такие вещи. Поэтому это помогает, во-первых, помогает душе утончаться, во-вторых, помогает вам выработать свое гармоничное отношение к миру. Каждый из нас к чему-то давлечь. Кто-то рисовать, кто-то лепить, кто-то вышивать, кто-то вязать. Поэтому вот одно из моих увлечений, на котором я Коля с успехом благословил, теперь он постоянно мне какие-то штучки покупает, и говорит, Галина, ищу. Но я не только пишу по трафарету, у меня есть и мои работы. Похвастаюсь вам. Это тоже исцеляет. Вот это айпетри. Может, чуть ближе показать. Слишком близко, наверное. А, ты контролируешь. Меня просто поразило, было такое сочетание желтой травы. С зеленой листвой. Вот. И зеленой листвы. Я запечатлела это, сфотографировала, а потом уже стала, думаю, выносить уже, ну, как в работу выносить. Я сейчас еще одну вещь покажу, которая мне очень сильно помогла. Это...